Отлично. Все хорошо. Давайте, если буду прерываться, хотя по идее интернет у меня здесь должен быть хороший, либо кто-то не будет слышать, рекомендуйте, пожалуйста, обновлять страничку вебинарки, хорошо? Ваши вопросы. Я знаю, что очень много вопросов касаемо нашего предстоящего ICOM. Друзья, я пока что не буду отвлекаться на чат, хорошо, потому что очень много сообщений в чате, и они пока что не несут под собой никакой смысловой подоплеки. Если пропадает еще раз звук или картинка, перезагружайте в браузер. Итак, Чарус, повторюсь, у нас на дворе лето, начало августа, сезон отпусков. Я знаю, что многие из вас, кто-то активно работал, конечно же, кто-то отдыхал. Скажу за нас, у нас работа не прекращалась все это время, и, собственно, уже, в принципе, в ближайшее время у нас все готово. Мы сейчас проводим, наверное, последние такие важные корректировки, скажем так, уже мелочи, которые нужно доработать, потому что вы знаете, как мы скрупулезно относимся ко всем мелочам. То есть хочется выходить максимально на уровне, максимально качественно, поэтому мы, скажем так, тянули до последнего, готовились до последнего. Собственно, сейчас я вам уже готова сказать, что, друзья, в ближайшие недели вас порадуют. Порадуют обновлениями, которые мы подготовили за это время, за это летнее время. Ну, давайте сначала еще, я не буду подходить к ICO близко, давайте расскажу, что у нас готово помимо ICO. Я думаю, долгожданный сайт ждут уже все. Мы очень давно, насколько уже, наверное, четвертый месяц, мы все хотим его предоставить, презентовать, но постоянно отправляем на доработку, потому что хочется немножко другого уровня, другого качества. Хочется, чтобы это устраивало, скажем так, и нас, и это было приятно видеть вам в том числе. И вот уже, уже, наверное, через неделю, я думаю, точно, я пока, вы знаете, да, почему я не хочу придираться каким-то цифрам, числам, потому что вы же потом начинаете, ну вот число, давайте, давайте, давайте. Нет, мы, как всегда, по старинке. Говорим ориентировочные даты, но стараемся, естественно, как можно раньше это все сделать. Друзья, наконец, у нас готов сайт. Помимо сайта, я хочу похвастаться, что у нас произошло расширение в штате, у нас возросла команда, то есть у нас в штат присоединилась очень классная команда дополнительных аналитиков, аналитиков ICO рынка. Это первое. Второе. У нас произошло расширение также в штате дизайнеров, то есть теперь у нас есть свои ребята, целая команда, которая теперь будет следить за брендированием нашего проекта. Собственно, их работу вы увидите, еще раз повторюсь, уже в ближайшее время. Я надеюсь, вы оцените, оцените то, как мы подошли к этому. И, собственно, давайте, если еще о ближайшем времени, что касается у нас именно дизайна и составляющей, именно удобства пользования личным кабинетом, хочу сказать то, что мы уже активно начинаем приступать к изменению внутреннего личного кабинета, то есть там тоже все подвергнется изменениям, оно будет еще удобнее, еще комфортнее, потому что, я думаю, многие из вас знают, кто общается с нами лично, а здесь я вот сейчас посмотрела по участникам практически все свои ребята. Вы знаете, что на поддержке, за поддержку отвечаю, в частности, я и небольшой штат нашей команды. Так вот, друзья, очень много вопросов, скажем так, такого характера, который, ну, грубо говоря, сложно, ну, несложно догадаться, да, поэтому очень много будет подсказок в личном кабинете. Мы поняли, что это необходимо, мы поняли то, что они вам действительно нужны. Личный кабинет будет переработан еще по максимуму. Удобно, эффективно. Так, друзья, опять ни звука, ни видео. Отклейте мне, пожалуйста, как со звуком у нас. Все есть. Все нормально. Хорошо, друзья, если у кого-то, еще раз повторюсь, пропадает звук или видео, скорее всего, это Руфми капризничает именно на вашем браузере. Пожалуйста, перезагрузите ваш браузер. Отлично. Все хорошо, спасибо, друзья. Это что касается ближайших обновлений, непосредственно обновлений сайта и личного кабинета. И сейчас, наверное, давайте все-таки поговорим о предстоящем пресейле, который мы запускаем. Давала всю информацию, ну, по крайней мере, поверхностную информацию на прошлом своем вебинаре. То есть вы, я думаю, знаете уже, да, как у нас будет проходить этот процесс. У нас этап проведения, этапов проведения ICO будет три. Первый этап, как и оговаривалось изначально, он будет, скажем так, обозначен программой лояльности непосредственно для наших партнеров, которые с нами с самого начала, которые имеют определенный статус в компании, которые проделали определенную работу. Собственно, первый этап у нас будет пресейл именно для партнеров компании Verox. Пока будет проходить этот пресейл, мы, собственно, будем уже подготавливать почву. Скажем так, она у нас уже, в принципе, тоже готова. То есть мы готовы как к пресейлу, так и к проведению официального при ICO. Но так как мы, скажем так, давали обязательства, давали такое небольшое обещание, что наши команды, наши ребята будут иметь возможность, скажем так, заходить на ICO, покупать наши токены по более выгодным ценам, собственно, в ближайшую неделю мы запускаем этап пресейла. Друзья, сейчас я не буду давать прям точную информацию, четкую, касаемую цифр и так далее, потому что непосредственно, когда мы откроем продажи, мы проведем для вас еще один вебинар, уже более серьезный, уже более подробно раскрывающий для чего, как, зачем, с какими целями, с какими масштабами, и, собственно, какой, имея потенциал, мы будем запускать ICO, для чего нужна монета. Это будет делать компетентный человек. Еще раз повторюсь, у нас пополнение в штате. Вы познакомитесь с еще одним, скажем так, участником нашей команды, который будет отвечать полностью за это направление, и, собственно, он вас уже более компетентно совсем познакомит. Сегодня я хочу вкратце, поверхностно, рассказать, скажем так, минимальные условия. Наши лидеры условия проведения пресейла уже знают. В закрытых чатах у нас эта информация уже давалась давно, возможно, она уже дошла до вас. Но давайте продублирую еще раз. Друзья, на этапе пресейла для партнеров исключительно Вирекс, для действующих партнеров Вирекс, для партнеров, которые имеют определенный карьерный статус, выделено 9 миллионов монет. Всего, кто еще не знает, у нас будет выпущено 150 миллионов монет, 150 миллионов токенов Вирекс. Как они будут распределяться, как они будут работать, опять же, повторюсь, вы узнаете уже на следующем нашем вебинаре, буквально в ближайшее время, более подробно. Итак, на этапе пресейла у нас 9 миллионов монет. Друзья, но преимущество, помимо того, что вы будете покупать монеты по, скажем так, более выгодной цене, вы уже на этапе пресейла сможете заработать, как минимум, удвоившись, а то и сделав X2, 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 а то и X3. Каждые 500 тысяч токенов проданных мы будем повышать стоимость монеты. То есть, соответственно, вы должны понимать, что чем быстрее будут проходить продажи, чем быстрее будет происходить выкуп монет, тем, соответственно, будет расти цена монеты и, соответственно, ваша прибыль в первую очередь. Для чего мы это сделали? Во-первых, мы не забываем то, что когда мы будем выходить на бирже, когда мы будем делать листинг нашего токена, соответственно, цена будет еще выше. То есть, это все, скажем так, должно стимулировать как участников ICO, так и наших партнеров покупать токен по минимальной цене. То есть, чем раньше вы заходите, тем, соответственно, не дороже, вы потом сможете его реализовать на рынке. Что касается еще нашего токена. Очень много вопросов поступает касательно того, какая будет цена минимальная нашего токена. Друзья, цена также токена вы узнаете уже непосредственно, когда мы откроем продажи. Могу сказать, что она будет варьироваться в пределах 60-70 центов. Это будет минимальная стартовая цена. Цена будет приравнена к эфириуму. Минимальный порог входа у нас будет 0,05 эфириума. То есть, минимальное количество токенов вы сможете купить непосредственно на эту сумму. Какие еще у нас есть, скажем так, новости касательно нашего пресейла? Друзья, да, хотелось бы еще отметить, у меня на самом деле очень много информации в голове, но мне так сложно ее скомпоновать, потому что не хочется что-то сказать лишнего, но, с другой стороны, понимаю, что вопросов много. Давайте вы, может быть, мне будете помогать вашими вопросами, потому что я могу какие-то темы не затронуть. Вот еще хотела рассказать такую важную вещь с нашими продуктами, да, которые мы будем готовы реализовать через, после проведения ICO, через продвижение нашей платформы. Вы уже, в принципе, знакомы, вы помните, да, что у нас 14 продуктов представлено. Но хочу немножечко вас, скажем так, еще обрадовать. Мы доработали этот список, то есть, пока мы готовились, мы увидели еще потенциально привлекательные направления, которые можно задействовать в мире криптовалюты. И, собственно, мы активно эти направления будем развивать. Друзья, помимо того, что у нас будут представлены продукты, у нас есть еще, скажем так, это уже не идея. Мы уже начали над ней работать, и мы уже активно взяли взяли за это направление. Я думаю, вы помните, что мы еще со старта объявляли, что мы будем делать свой дата-центр, мы будем заниматься майнингом, и сейчас у нас такая возможность появилась. То есть, параллельно с тем, как мы готовимся к ICO, готовим наши продукты и реализацию этих сервисов, которые мы заявили, мы начинаем работу над возведением своего дата-центра, но друзьям, это не будет, скажем так, давайте скажем по-другому. То есть, мы не будем, изначально мы планировали, что майнинг и все, что будет с ним связано, будет как-то задействовано опять же для партнеров, что партнеры смогут в долевом участии, ну, принимать участие в доле. Но мы отошли от этой концепции, и мы полностью дата-центр делаем для того, чтобы обеспечивать еще одну дополнительную подушку безопасности и, скажем так, дополнительно гарантировать прибыль компании и также выплаты, в том числе дивидендов, нашим партнерам. То есть, помимо биржи у нас будет еще один достаточно крупный и достаточно масштабный источник дохода. Помимо комиссий, помимо процентов, которые мы берем, да, там, за какие-то свои сервисы и так далее. То есть, я думаю, эта новость хорошая, эта идея тоже должна вас обрадовать, потому что чем больше, скажем так, мы обезопасиваем себя со всех сторон, чем больше мы имеем действительно серьезных источников дохода, тем соответственнее, долгосрочнее и перспективнее выглядит компания. Вы смотрите сейчас вопрос, да, откуда уверенность, что после захода на биржу токен пойдет вверх, а не вниз. Артур, такой уверенности нету, потому что токен всегда будет идти вверх или вниз. Мы же не забываем, что это рынок спекуляций и на него можно влиять. Если токен идет вниз, то это самое время этот токен докупать. Соответственно, когда токен идет вверх, идут продажи. Это рынок, это нормальная практика. Но могу сказать одно, не забывайте, что у нас заявлено большое количество сервисов и по мере того, как каждый сервис будет реализован, то есть как это происходит у других токенов, у других монет, да, если вы следите за рынком криптовалют, каждый раз, когда выходит какая-то новость, каждый раз, когда, скажем так, компания, которая выпустила токен, выполняет свои обязательства, реализовывает какой-то продукт, цена всегда растет. То есть с каждым новым выходом продукта вы должны понимать, что цена на рынке будет расти. И, конечно же, цена будет расти при условии, что монета нужна, что монеты будут пользоваться. Но мы об этом тоже позаботились. Мы помним полезность, которую несет наши токены. То есть мы помним то, что наши токены приравнены как тем компаниям, компании Verox и при условии хранения его на специальном кошельке, на своем личном кошельке, именно кошельке Verox, созданного под токен, вы будете получать процент от прибыли компании. То есть вы становитесь полноценным акционерным участником, назовем это так, Verox. То есть с одной стороны мы создаем дефицит, с другой стороны мы призываем людей активно пользоваться токеном, так же, как вы пользуетесь другими монетами для обмена, для совершения платежей, покупок, торгов, ну не важно. Все, что вы делаете с тем же самым биткоином, эфириумом и так далее, то есть вы будете и сможете делать так же и с нашим токеном. Так, Вадим, партнерка на токенах будет естественна во всех компаниях, на этапе пресейла есть реферальная программа или баунти-программа, то есть это маркетинговая составляющая и, конечно, она будет присутствовать и у нас. Выше видела вопрос. Покупка токенов эфиром с кошелька MyEphere Wallet или можно будет купить токены через... Друзья, Виктор, на этапе пресейла внутриличного кабинета вы сможете купить токены непосредственно через нашу платформу. Когда мы будем выходить на этап при ICO, у нас будет отдельный сайт, у нас будет отдельный кошелек и там уже будет непосредственно возможно купить эфиром, да, MyEphere Wallet. Так, я почему-то потеряла нижние вопросы или они удалились? Виктор, процент от прибыли компании будет выплачиваться на постоянной основе. Друзья, вижу, что еще проблемы со связью. У кого проблемы со связью? Перезагрузите, пожалуйста, браузер. Так, давайте я не буду отвлекаться тогда, продолжим наш разговор. Итак, смотрите, что сейчас у нас происходит, да, мы на финишной прямой, то есть у нас осталось буквально, скажем так, последние штрихи, да, поставить ключевые точки, убедиться, что все работает, скажем так, исправно, что все работает хорошо, что все выглядит хорошо, собственно, мы готовы запускать. На самом деле мы могли запуститься еще немного раньше, но не хотелось торопиться, хотелось все довести до ума. У нас еще, скажем так, очень мы подошли ответственно к написанию белой бумаги, к написанию white paper, к прописанию дорожной карты. Поэтому, я думаю, после того, как вы ознакомитесь со всей нашей документацией, вы действительно посмотрите на нас другими глазами, потому что, возможно, вы поймете наше видение с другой стороны. Но, надеюсь, вы зарядитесь этой идеей точно так же. Так, Оксана, приобретенные токены можно будет инвестировать после проведения уже ICO, после того, как ICO закончится. Конечно, это будет, еще раз повторюсь, точно такая же валюта, как и все валюты, представленные в нашем кошельке. Внутри платформы можно будет купить токены только за эфир. Мы уже активно ведем переговоры с биржами, на которых мы собираемся листиться. Скажем так, нашу компанию оценивают достаточно серьезно, то есть предложения достаточно интересные, поэтому я думаю, вы тоже будете приятно удивлены. Антон, для того, чтобы принимать участие в пресс-слейле, достаточно иметь минимальный карьерный статус. То есть нету строгих ограничений. Но, скажем так, у нас будут поделены пакеты на три части. То есть, скажем так, для стартовых участников, для участников, которые имеют уже средние обороты и для наших топ-лидеров. На всех пакетах, соответственно, разные цены. Владимир, я пока не могу сказать, о каких биржах идет речь. Раньше времени, давайте, мы тоже не будем забегать, но скажу, что биржи топовые. Так, друзья, хотела еще немножечко, скажем так, похвастаться, поделиться с вами информацией. Вы знаете же, да, то, что мы предоставляем свой API. И у нас с API сейчас начали подключаться достаточно мощные компании с мощным движением, да, используя наш функционал. То есть это не может не радовать. Это значит, что к нам присмотрелись, нам начинают доверять. Начинают доверять достаточно крупные суммы. И это, опять же, очень приятно и не может не стыдить, потому что мы понимаем, что наша работа оценивается. Да, и помимо этого, да, безусловно, я думаю, каждый из вас, кто здесь находится, вы понимаете, что мы все вместе сейчас с вами творим какую-то историю, потому что какие обороты набирает криптовалютный рынок с каждым днем, да, мы наблюдаем в новостях, в социальных сетях, по телевидению и так далее. И мы действительно верим, что мы делаем вот именно то, что нужно, тот продукт, который нужен сейчас, и необходим людям, а судя по вашему фидбэку, по вашей обратной связи, мы понимаем, что, да, действительно, действительно это так, и мы идем в нужном направлении. И хочется сказать огромное спасибо за ваши отзывы, за ваши приятные отзывы, их действительно очень приятно читать. Понимаю, что твой труд ценит, хотя, конечно, и критиков очень много встречается, но без критики, я думаю, в наше время никуда. Друзья, я, собственно, наверное, сказала сегодня то, что хотела сказать. У меня сегодня для вас как таковой важной информации не было. Еще раз повторюсь, вот в ближайшее время уже, да, я думаю, в ближайшая неделя мы выходим и проводим для вас, собственно, наш вебинар, который будет касаться исключительно ICO. Сегодня я вышла, чтобы с вами еще раз поздороваться. Я знаю, что мне очень многие соскучились, требовали, чтобы я с вами пообщалась. Давайте пообщаемся, вопрос-ответ. Мне будет интересно с вами общаться вживую, я так не могу очень долго сидеть и разговаривать. Ирина, будет ли возможность заводить на депозит рублей через кошельки, напрямую из банковских карт, кошельки берут большой процент? Ирина, такая возможность, безусловно, будет, потому что мы сами заинтересованы в том, чтобы были наши личные карты, чтобы мы обходили проценты, потому что проценты платить не хочется никому. Ну, то есть мы не исключение, да, и, соответственно, мы постараемся сделать это как можно быстрее, но давайте не будем забывать, что есть последовательность, есть список задач, которым мы придерживаемся, и задача более первостепенной. Поэтому давайте наберемся немножечко терпения. Так, вайтпепер, Виктор, вы увидите, вот, тоже говорю, в ближайшее время, то есть с выпуском сайта будет полностью подстраничка для ICO, где будет представлена, собственно, вся подробная информация. Так, платформа Вирекс использует реферальную программу, но на главной странице сайта можно запросто... Зачем люди не дарят ссылки, а их специальный сайт, таким образом, и терять свои права? Ирина, нет, этот вопрос уже обсуждался не раз и поднимался. Мы не можем принуждать пользователей регистрироваться специально по реферальной ссылке. Если вы приводите человека и не берете на себя ответственность быть его информационным спонсором, лидером, будьте добры проводить регистрацию партнера от начала до конца самостоятельно, полностью объясняя специфику и работу платформы, скажем так, не забывая про него в дальнейшем. Большинство из вас работают по схеме, лишь бы пригласить, да, а дальше уже партнер, будь что будет, дальше с ним, ну, дальше справляется с системой сам. Друзья, это неэтично, это некорректно, и вы просто оставляете людей без информации. И от этого скажу не очень хорошо ни вам, ни партнеру, ни нам в том числе, потому что у нас от этого нагружается поддержка. Приложение на мобильный, кстати, будет в ближайшее время, потому что сразу после того, как мы закончим преображение внутреннего кабинета, уже личного вашего кабинета, сразу же будет выпущено мобильное приложение, потому что ребята уже начали над ним работу. Владимир, я понимаю, что все ждут дебетовые карты, но вы должны понимать, что это, во-первых, вопрос о лицензии, это очень много бюрократических издержек, которые нужно решать, и которые занимают определенное количество времени. Кстати, давайте, раз уже поднялась эта тема, я скажу то, что мы сейчас будем перерегистрировать компанию на более лояльную экономическую вону, для того, чтобы, конечно же, и были, скажем так, более развязаны руки с точки зрения интеграции каких-то платежных сервисов, фиатных платежных сервисов, то есть это, скажем так, такая вынужденная необходимость. Сейчас, на данный момент мы рассматриваем Австралию. Ну, я думаю, кто знаком с этим рынком, кто занимается давно, вы поймете, почему выбор у нас пал именно на эту юрисдикцию. Поэтому всю информацию по, скажем так, новой регистрации, новых юридических документов компании вы также уже увидите чуть позже в правовой информации, которая у нас представлена внизу сайта. У нас также будут изменены политика конфиденциальности, все партнерские соглашения будут подлежать изменениям. Поэтому после того, как изменения будут вступать в силу, мы просим обязательно еще раз ознакомиться со всеми документами, которые будут представлены, чтобы в дальнейшем не возникало никаких вопросов. Так, нужен обмен валют внутри платформы без посредников. Евгений, обмен валют у нас без посредников предусмотрен. Это тоже будет все реализовано. Владимир, пресейл у нас ориентировочно начнется. Давайте ориентироваться на ближайшую неделю-две. Хорошо? Мы тем самым даем вам время подготовиться и нам уже довести, скажем так, марафет до конца. По поводу карт на ввод и вывод я уже сказала. Мастер-нода будет, да, Сергей. По поводу ее партнером, после того, как мы внедрим получение прибыли с мастер-ноды, партнерам ничего не нужно будет делать, она будет начисляться самостоятельно при условии выполнения, скажем так, тех необходимых требований, которые будут прописаны для ее получения. На новом сайте ICO. Вячеслав, смотрите, на новом ICO сайте будет абсолютно другая система. Это будет обособленный сайт, потому что он предусмотрен не только для партнеров BIRX, но и для, скажем так, более объемного круга людей, потому что мы нацелены давать очень большую рекламную кампанию. В маркетинге будет посвящено, ну, немалая, да, такая доля и средств, и времени, чтобы охватить как можно большую территорию. Поэтому нет, на сайте ICO там будет своя реферальная программа, свой кошелек и свои другие условия, не касаемо BIRX. Касаемо BIRX, ваши реферальные сейчас на пресейле, да, они будут работать, ваши структуры. Так, у Светланы нет видео. Светлана, я надеюсь, вы потом присмотрите меня в записи, если есть такая необходимость. Да, Александр, все верно, Австралия и Новая Зеландия – отличные места. Есть еще очень хорошие юрисдикции, но, скажем так, Австралия пока что больше всего подходит под наши требования и условия. Так. Сергей, вопрос касается увеличить сумму инвестиций. Тоже отвечали уже не раз. Убережить сумму инвестиций будет невозможно. То есть вы всегда можете открыть новый тарисный план, вы всегда можете приобрести, скажем так, более выгодный план или там краткосрочный, неважно. То есть все на ваше усмотрение. Но пополнить существующий план невозможно и такой возможности не будет. Если вы не хотите ждать окончания, да, и вывода тела 15% в неделю, приобретайте тарифные планы, в которых нет возврата телодепозита, в которых телодепозиты уже заложены в процент. Либо ставьте тарифы на реинвест. Это тоже, скажем так, отменяет потребность ожидания вывода тела. То есть есть выходы из ситуации, есть разные варианты работы с нашими тарифными планами. Друзья, порекомендуйте, пожалуйста, Светлане еще раз обновить браузер. Так, почему не хотите сделать ввод через PayPal? Борис, вы знаете, давайте тогда, раз мы уже зашли о других платежных системах, зашла речь, мы сейчас, да, как вы знаете, оставили только AdvoCash, сотрудничаем только с AdvoCash. Хотя очень много было разговоров, что Pair необходим, что через Pair заходит очень много количества клиентов, он нужен. Но, друзья, мы ведем статистику, и хочу вам сказать, Pair на сегодняшний день пользовалось только 2% от общего количества всей нашей партнерской базы. 98% пользуются, ну, по нынешнему времени AdvoCash, и только 2% пользовалось Pair. С точки зрения, скажем так, эффективности, с точки зрения эргономичности затрат как времени, так и прочих ресурсов, мы пришли к тому, что нет смысла никакого оставлять платежные системы, которыми, по сути, не пользуются. Друзья, на сегодняшний день существует большое количество обменников, где можно с любых карт, неважно, русских, европейских и так далее, пополнить AdvoCash, пополнить минимальными комиссиями и пользоваться. То есть, да, пробуйте искать пути выхода. PayPal, вот правда, пишет Алексей, он неудобен абсолютно. Борис, я сказала, для ввода, для иностранцев, сейчас без проблем, можно зайти на тот же самый BestChange, выбрать пополнение AdvoCash через карту Visa или MasterCard, совершить пополнение с минимальными затратами. Точно так же, как и вывод. Очень много стало поступать, скажем так, от пользователей, да, которые были на FIRE у нас. То, что вывод с AdvoCash неудобен, неправда. AdvoCash имеет отличный функционал, имеет огромное количество точно так же и пополнений, и возможностей вывода. Владимир, я могу сказать iPayments, что это очень хорошая платежная система. Да, друзья, вот, пришли, скажем так, поклонники AdvoCash и сторонники AdvoCash. Да, друзья, даже я пользуюсь AdvoCash лично и могу сказать, что это действительно очень удобный платежный сервис. Есть еще вопросы? Друзья, могу сказать, что помимо того, да, то, что будут заявленные сервисы, реализованы именно внутри платформы Verox, которые непосредственно привязаны к нашему банку, мы делаем свою биржу обособленную, то есть работа над ней тоже уже началась, и на нашей бирже будет точно так же, естественно, проходить элитик монеты, будет поддержка для стартапов, для проведения ICO, и точно так же у нас будет Dark Pool свой. То есть это пока что такая, скажем так, поверхностная информация, которая, возможно, будет вам интересна, если вам интересно, да, знать, над чем мы работаем в ближайшей перспективе, в ближайшие направления, то есть какие мы сейчас задействуем, скажем так, сферы для реализации. Борис, давайте тогда этот вопрос, наверное, оставим на потом, потому что я пока что не могу, что значит невозможно верифицировать стартами на одном обменнике. Елена, к покупке токенов, собственно, готовиться особо не нужно, вся информация будет представлена за несколько дней, то есть за несколько дней до пресейла мы проведем официальный вебинар, уже более подробно расскажем все о токене, о его специфике, о том, что мы будем готовы реализовать, в какие сроки будет представлена наша дорожная карта. Еще раз повторюсь, если вопрос касается именно непосредственно как приобретать, приобретать токены можно будет на клиническом кабинете, только за эфиром. То есть, ну, можно сказать, что если вы хотите подготовиться, просто закупитесь эфириумом. Владимир, ePayments и Virox с партнерами не станут. Изначально были такие мысли, но мы пришли к тому, что нам нету сейчас смысла. Пока что с своими обязанностями отлично справляется AdvoCash. Еще одна платежная система, в ней нет такой необходимости. Мы рассматривали ePayments как партнера для подключения дебетовых карт, но пришли к тому, что нам в этом случае партнерские соглашения не нужны, потому что мы будем реализовывать эти сервисы самостоятельно, приобретая лицензии, приобретая лицензии в странах, которые позволяют это делать свободно. Поэтому смысла нет. У нас пока два спикера, да, друзья, кстати, у нас готовятся новые спикеры. Инна Панегова не выступала по своим личным обстоятельствам, но Ирина готова вернуться к работе вот уже в ближайшее время, то есть у нее там все наладилось, насколько я знаю. И также мы уже готовим спикера для проведения вебинаров на английском языке для зарубежной публики. Так, друзья, я так понимаю, что у вас сейчас очень много вопросов касательно верификации карты для AdvoCash. Это, наверное, немножечко тема не для этого вебинара. Это можно уже обсудить, я думаю, в чатах. И, возможно, есть партнеры, которые с этой проблемой сталкивались, которые помогут вам ее разрешить. Так, Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Кредиты на платформе будут. Будут как микрозаймы, так и кредитование под залог. Они предусмотрены как одни из сервисов реализации под эгидией нашего ICO. Айвар, эту информацию вы узнаете чуть позже. На каких биржах мы все-таки будем осуществлять листин? Так, Григорий, если вы меня не слышите, то еще раз повторюсь, что вебинар будет в записи. Если у вас где-то что-то прерывается, пожалуйста, обновите браузер, потому что остальные пишут, что все хорошо. Друзья, спасибо вам за обратную связь, спасибо, что вы приходите. Мне на самом деле очень лестно, когда ругаются, что я очень долго не выхожу с вами на связь, не общаюсь, а вам, конечно же, хочется, я понимаю, узнать информацию. Мы немножечко зашиваемся, потому что очень много работы, очень много работы за это время проделан, но очень много работы еще предстоит. То есть у нас каждый день, ну, не назову это, с одной стороны, день сурка, потому что, ну, все-таки я не могу сказать, что у меня монотонная работа, что у нас монотонная работа. У нас каждый день достаточно насыщенный и на задачи, и на... в принципе, но работы действительно очень много, и вот сейчас, заканчивая этап подготовки к пресейлу, мы приступаем к следующему этапу, и так постоянно, от этапа к этапу мы двигаемся вперед в реализации всего того, что мы задумали. Так, зачем нужна верификация на сайте Вирус? Олег, поясните, чем для вас неудобно и неумна верификация на сайте. Сейчас, повторюсь, верификация не является обязательной. Верификация необходима для того, чтобы в первую очередь обеспечить вашу безопасность в случае взлома, потому что, если вдруг вы потеряете доступ к личному кабинету, и ваш кабинет не будет верифицирован, получить к нему доступ вы не сможете, не доказав, что этот аккаунт принадлежит действительно вам. Так, кроме эфира, позже за фиат продаж монет не будет. Сергей, за фиат монеты продаваться не будут. Айварович, что означает Питер, когда заработает? В Питере есть структуры, которые работают. Запись на YouTube выложим. Олег, дата-центр будет свой в том-то и дело. И у нас, в принципе, к выведению своего дата-центра все готово. Так, стримы можно ввести с официального канала YouTube. Да, друзья, я уже тоже думаю, что нам такие лайфы, наверное, лучше проводить в каких-то более подготовленных, потому что, наверное, круфми, правда, не радует последнее время, хотя достаточно очень хорошая вебинарная комната. Да, мы подумаем о следующем вебинаром. Андрея, ну, дайте мне немножечко, наверное, обратной связи, скажите ваши ощущения, как вы вообще ждете предстоящего пресейла, какие у вас, скажем так, у вас мысли по этому поводу, какие вы вылагаете надежды, потому что мы-то готовим, мы подготавливаем много всего, но нам важно понимать, что это нужно, и что этим будут пользоваться, и что будет оказана поддержка. Владимир, мы не принуждаем все свои накопления вкладывать сейчас в эфир, хотя отчасти эфир тоже неплохая монета, но да, конечно, эфиры сейчас нужно готовить. Олег, я не поняла суть вашего вопроса, а в чем вопрос? Вы инвалид? К чему это? Так, Айвар, сколько нас тоже, в смысле, я немножечко не понимаю. Виктор, да, мы тоже уже ждем открытия пресейла, потому что хочется немножечко тоже самим уже подвыдохнуть. Вадим, дата-центр и биржа будут не то чтобы в стороне от Виркс, они будут обособленные, да, обособленные сервисы, скажем так, но не забывайте, что это все равно наша команда, наши люди это делают. Соответственно, чем больше мы даем продуктов и ресурсов для пользования, соответственно, тем масштабнее мы становимся, тем весомее мы становимся. Как это, как может быть, жаль. Айвар клиентов Виркса на данный момент около 60 тысяч непосредственно внутри личного кабинета. Я сейчас не говорю о клиентах, которые используют наш сервис по АПИ. Зиля, примерные эфиры нужно готовить и зависит от того, какое количество токенов вы хотите приобрести. Минимальная сумма покупки токенов, я уже говорила, от 0,05 эфириума. Токен будет стоить на этапе пресейла в районе 60-70 центов в эквиваленте к эфиру. Рустам, в вашей команде, конечно же, отдельная благодарность. Друзья, кстати, вот сейчас давайте тогда пока общаемся. Хочу сказать, что Рустам Сераев один из наших лидеров и Даут Абдулин. Сейчас они у нас полностью берут на себя направление обучения и продвижения региональных офисов, помощи в постановке региональных офисов, скажем так, на нужный лад, на нужный поток. Обучают, как грамотно вести работу в офисе и чтобы это было эффективно. Поэтому их контакты все будут опубликованы, у кого их нет, если у вас есть желание открывать офис, если у вас есть желание открывать региональное представительство ВИРОКС, вы можете непосредственно наших специалистов приглашать и буквально в короткие сроки они помогут вам настроить работу. Вопрос был, чем мне удобна верификация, в вашем случае это жесткая дискриминация. Олег, неправда, никакой дискриминации инвалидов. Вот сейчас даже Алексей, мне кажется, по этому поводу ответит, всегда можно найти выход из положения, называется было бы желание. Вадим, даже на Кипре офис можно? Конечно, можно, если ребята желают приехать на Кипр и у них есть такая возможность, то, конечно, почему нет, если вы готовы их пригласить. Евгения немножечко не поняла по поводу начисления процентов 7 дней в неделю, по маркетингу у нас ничего не меняется, начисления, как проходили строго по рабочим дням, если мы берем наш инвестиционный сервис, так это проходить и будет. Как будут проходить там начисления, скажем так, каких-то процентов в других сервисах, даже касательно мастерноды, то же самое, это уже будет отдельный сервис, отдельные условия и на них сейчас ориентироваться мне нужно. Олег, здесь как бы вопрос не в том, что у нас какая-то дискриминация, мы предлагаем, скажем так, все равные условия, мы не ставим вас выше или ниже остальных людей, для нас все равны, то есть мне кажется это нормальная политика, когда все действительно равны. Так, друзья, есть ли еще вопросы? Если вопросов нету, то давайте тогда я буду заканчивать, чтобы вас тоже долго не задерживать. Сегодня выходной день, я думаю, у многих из вас есть планы провести время с семьей, с друзьями. Надеюсь, я сегодня немножечко вас смогла зарядить, дать информацию, на чем мы тогда заканчиваем. Так, вопрос про майнинг. Борис, я не увидела, тогда повторите, пожалуйста. Олег, очень жаль, что вы так относитесь и к себе в первую очередь, и к нам в том числе. Мы абсолютно толерантны ко всем, еще раз повторюсь, мы для нас все равны, каждый человек для нас ценен. Да, друзья, тогда подытожу, сейчас мы проводим последние приготовления, собственно, за пару дней до официального пресейла мы будем готовы провести для вас вебинар. Мы познакомим вас с еще одним участником нашей команды, с новым участником нашей команды. Надеюсь, он придется вам по душе. Буду просить, любить и жаловать так же, как вы принимаете уже нас, как вы относитесь к нам. Евгений, если будет майнинг, Борис, майнинг официально в компании будет, но возможности в нем участвовать партнером, по крайней мере на данном этапе, как мы это видим, не будет. То есть майнинг будет использован как обеспечение дополнительного источника дохода компании. Евгений, если будет майнинг, начисление будет произведено? Нет, нет, майнинг, опять же, повторюсь, никак не связан с инвестиционным сервисом. Примерная дата начала официального ICO, друзья, примерную дату говорить пока не буду, могу сказать, что мы ориентируемся на конец осени. Так, друзья, давайте, пожалуйста, без оскорблений. все, друзья, еще раз всем хорошего вечера, было приятно с вами пообщаться, было приятно видеть знакомые лица, тогда до новой встречи и надеюсь информация встречи да, до 1945 Продолжение следует...